МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Культура, программа Наблюдатель. Сегодня я веду её я, Алекс Дубас. Вот сейчас, в эти дни, в Москве проходит шестой международный фестиваль. Называется он Оперо Априори. Этот фестиваль объединяет музыку от барокко и до наших дней. Интересно, почему отчёт идёт от барокко? А потому что барокко сегодня в тренде. Барокко — это модно, барокко — это клёво, барокко — это вершина музыкальной истории. Я надеюсь, мои сегодняшние гости не дадут мне соврать. Ну, или дадут. Сегодня с нами Максим Емельянычев, представитель молодого поколения дирижёров. Пока вас ещё так называют. Молодого поколения. Там дирижёры остаются молодые. А ещё Максим — исполнитель на старинных инструментах. Он играет на клавесине, хамер-клавире. И сегодня он пришёл с... Такой вот барочный инструмент, ренессансный цинк в немецкой терминологии, он же карнет. Но о нём, может быть, чуть позже? Ну да, конечно. Если в первом действии карнет лежит на столе... Сегодня с нами Григорий Кротенко, музыкант, исполнитель на исторических басовых инструментах, коллекционер, доцент Московской консерватории. Азьес. Добро пожаловать. Сегодня с нами Елена Харкидзян, собственно, арт-директор, продюсер международного фестиваля вокальной музыки, который я уже упоминал, опера «Априори». Здравствуйте. Алексей Парин сегодня с нами. Музыкальный критик, музыковед, радиоведущий, автор нескольких фундаментальных книг об опере, музыкальный куратор режиссёров оперы. Несколько слов о барокко. Вот чем цитировать энциклопедию, напоминать нашим зрителям о том, что это за эпоха такая, что это за стиль. Давайте вот попрошу вас, как, может быть, каждый скажет от себя несколько слов о том, что такое музыка барокко. Здесь как раз Алексей Васильевич, я думаю. Прошу вас. Ну, я думаю, что для того, чтобы понять, что такое барокко, нужно посмотреть, что было до этого и что стало после этого. До этого было возрождение, а после этого был классицизм. Это значит, что это что-то, что возрождение, которое имело какую-то свою гармонию и законченность, перевело в другой план, сделало очень странным. Вообще само слово барокко – это такая странная жемчужина. И вот эта странность… Это перевод такой, да, странность? Да, странность. Это вот такое что-то странное, экстравагантное, скажем так. А потом классицизм как бы от этой странности стал избавляться и как бы такую новую гармонию создал. Поэтому это вот нечто действительно очень странное, что находится между двумя этими эпохами. То есть это, можно сказать, финал эпохи Возрождения, да? Ну нет, это нельзя так сказать. Это как бы новая стадия. Возрождение искало и внутри человека гармонию, а барокко стало подчеркивать, что внутри человека очень много противоречий внутренних. И это сказывается и в музыке, и во всем остальном. И в этом, собственно, неправильность, да? И в этом неправильность. В этом постоянные, так сказать, внутренние противоречия, которые и находят отзвук. И поэтому, может быть, барокко и становится трендом, потому что вот это внутреннее противоречие, которое мы сегодня в себе постоянно ощущаем. То есть мы опять хотим быть по-своему дисгармоничными, найти какие-то... Мы являемся дисгармоничными, мы хотим стать гармоничными, и поэтому ищем способов этого в барокко. То есть пора принять себя такими, какие мы есть. Абсолютно. Что происходило в то время в мире? Колумб открывает Америку, путешествие Магеллана. Насколько я понимаю, и мода же изменилась, да? То есть девушки перестали быть простыми, мужчины, поскольку появились пушки... Девушки никогда не были простыми. Нет, нет, ну вот не распущенные волосы, а вот как-то вот так, мужчины пудрятся. Вы смешиваете все в одну кучу. Путешествие Магеллана и барокко – это разные вещи. Колумб открыл Америку в 1492 году, а вот мы отчитываем время барочной музыки на 100 лет позже. Так, особенно музыкальное время. Да, в музыке эпохи условные, они наступают немножко позже. Позже, да. Так что и нельзя говорить, что что-то было когда-то вот таким-то, потому что в каждом городе оно было по-своему устроено. И музыка, и костюмы, и... Но все-таки открытие Америки имеет отношение к барокко, безусловно, потому что на каком-то протяжении все-таки это такой импульс, который изменил очень весь облик Европы, и постепенно это сказалось именно это, сказалось и в музыке тоже. Да, я вот когда рассказываю о моем инструменте, о контрабасе в консерватории, я говорю, ну вот что, дорогие студенты, произошло в 1492 году. Он говорит, ну, Колумб высадился на Кубе. Хорошо. Что еще произошло? В Москве построили Кремль из красного кирпича. И еще что произошло? В Падуе, или в Мантуе, в Мантуе, в кафедральном соборе официально нанят на работу контрабасист. И это считается как бы отправной точкой для нашей профессии, для истории инструмента. Так что новое время, открытие Америки и начало игры на контрабасовой виоле, это, собственно, одна и то же веха в истории. Ну, тогда уже представьте нам своего товарища. А он сам собирается у себя. Америки. 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 КОНЕЦ 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 Ух ты, как красиво! Спасибо! Вот как будто ты слушал историю старого моряка, и он тебе что-то... Страсти человеческие. Это и есть, да, барокко, когда вот не ровно всё, а вот движение или нет? Музыка барокко. Ну вот к этому, мне кажется, если я могу немножко перебить, я хотел добавить к вашему высказыванию то, что барокко в первую очередь отталкивается от человеческих чувств. О них называли аффекты. И то, как вы правильно сказали, чередование эпох, оно имело место быть. То есть если до этого ренессанс, он очень строгий, и после этого классицизм восходит к античности. И барокко раз между ними, так же, как после классицизма будет в 19 веке романтизм, тоже более чувственное направление. И потом в 20 веке возвращение к неоклассицизму. Мне кажется, это очень важно, и то, что Григорий сейчас настолько эмоционально это сыграл, это как раз именно и есть верный дух барокко. Может быть, тоже поэтому оно сейчас так популярно, потому что мы ищем именно как раз чувств в музыке. Конечно, и в пении это, безусловно, сказывается. Потому что все пение в последнее время во многом изменилось из-за того, что певцы стали не только обязательно петь барочную музыку, они стали ее слушать, как ее поют те, кто поет барочную музыку. А там именно в основу положено взаимодействие прямое с чувством. И вот эта чувственность и человечность, которые выходят на первый план, и стали главным. И мне кажется, это постепенно завоевывает и мейнстримное искусство, ну а то, что барочная музыка с современной музыкой очень связана, это такая стандартная данность. И для России эта данность, скажем, уходит корнями в 60-е годы, когда Андрей Волконский, композитор ультрасовременный, создал первый ансамбль как бы исторического музицирования «Мадригал», который существует до сих пор в другом виде. Но вот тогда, в то время, концерты «Мадригала» стали просто главными событиями, и на них ходили для того, чтобы просветиться не только в музыкальном смысле, но и в каком-то общечеловеческом. И мне кажется, это вот очень важно до сих пор. — Слоган фестиваля, Елена, — это опера от барокко до наших дней. А что было... Я понимаю, что опера — это и есть порождение барокко, да? — Да, просто до эпохи барокко, определённого абсолютно исторического периода, её не существовало. И, в общем-то, даже само слово «опера», которое — это множественное число, которое обозначает труды, работы, оно, в общем, тоже появилось позже, потому что все барочные оперы называются драма-музыка. По-русски это музыкальная драма. — Текст, положенный на музыку. — Да, текст, положенный на музыку. Поэтому, в общем-то, в фестивале получается, что мы показываем все жанры. И это не обязательно даже связано конкретно с музыкальными драмами и с операми. Это могут быть оратории, камерные циклы, абсолютно весь спектр вокальной музыки. — Это опера без не сюжета, да? — Нет, это нельзя. — Как справедливо, научите. — Они как раз всегда, оратории все с определёнными сюжетами. — Нет, не обязательно все, но просто одна из первых ораторий, например, игра «Душа и теле», которая идёт до сих пор, пятый сезон в театре имени САЦ «Эмилию де Кавальери», она возникла в Риме в 1600 году. Там такого сюжета действия нет, но там есть действующие лица – душа, тело, разум, мирская жизнь и так далее. И там разыгрывается некий спор о том, что важно в человеке – душа или тело. Потому что тело как раз проповедует чувственность, а душа говорит о том, что надо ориентироваться на другие вещи. — Разыгрывается с помощью вокала, да? — Да. — То есть это батл, условно говоря, да? — Да. — Но они же не предназначались для того, чтобы быть постановочными, хотя сейчас, в наше время… — Нет, они уже ставились. — Игра «Душа и теле» ставилась. — Но сейчас, в наше время, сейчас стала как раз, это тоже какая-то такая неотъемлемая часть, может быть, музыкальной моды, когда сейчас оратории и кантаты очень широко, в общем-то, ставятся. — Ставятся, конечно. — И раньше не было такого, то есть без возникновения… — Раньше только балеты, симфонические сочинения ставились. — Да. — Ну, оратории гендали «Триумф времени и бесчувствие», которые сравнительно недавно тоже поставили. — Вот Богомолов, да? — Да. — И вы были куратором, да? — Да. — Вот расскажите об этом. К сожалению, мы больше говорим о театре здесь, на Шабловке, чем бываем там. Ну, просто времени нет. — Да, ну, это такая интересная история. — Успешная история. — Да, конечно, это важная история, потому что, когда я увлекся театром Богомолова, мне стало казаться, что он, как никто, предназначил для оперного спектакля. И даже у нас были от спонсоров достаточно большие деньги, это дело уже было давно. Но выяснилось, что в Москве вот такие большие спонсорские деньги разумно использовать с контролем невозможно, потому что все, кто хотят это делать, они как-то хотят бесконтрольно это использовать. Поэтому история-то умерла, но в основе этой истории было то самое произведение Генделя, которое ему очень понравилось, а оно из самых моих любимых на свете. И у нас был уже состав, я могу даже назвать исполнителей, но тогда это все умерло. А когда потом возникла идея пригласить Богомолова в театр Станиславского Немировича Данченко, ну, как бы ему предложили сначала одно произведение, но по ряду соображений это отпало. А он сказал, а у меня есть вот любимые произведения «Триумф времени и бесчувствие», я бы мог у вас его поставить. И так вот как бы история продолжилась. При этом, что интересно, позвали трех контртеноров иностранных и тенора иностранного, и впервые в истории современного исполнения этой оратории главную партию красоту поет не сопрано женская, а контртенор, сопронист. Да, и он поставил свой спектакль, который, мне кажется, ну, уже как бы завоевал симпатии публики и идет с неизменным успехом. Говорить о нем, наверное, не стоит, потому что его надо видеть. Это спектакль такой, который имеет две части, очень контрастные по отношению друг к другу, и это надо просто на себе испытать, всю мощь эмоционального воздействия этого спектакля. Ну, и не без того, наверное, он воздействует то, что там исторические инструменты используются в оркестре. Да, Филипп Чижевский дириживает. И в многих случаях того, что барочную музыку в России исполняют как раз на исторически корректных инструментах. То есть на тех инструментах, на которых исполняли ваши коллеги в то время, да? То есть не на современных скрипках, а на скрипках с жильными струнами. И в строе тоже. Да, то есть много очень аспектов. А зачем это надо? Зачем? Потому что Бах слышал, или Гендаль, или Вивальди, они слышали, эти инструменты такие, как они были. И если Бах писал для клавишных инструментов, то адекватным будет, наверное, послушать на органе времен Баха, на клавесине времен Баха или на клавикорде, это тоже разновидность клавишных. А рояля тогда не было. Рояль появился намного позже. И с таким же успехом, мне кажется, Бах, переложенный для квартета саксофона или джазового трио, это такое же приложение, а может, даже более талантливое, чем рояль. Ну, мне кажется, еще очень важно, что с тех пор, как стали исполнять музыку на исторических инструментах, те, кто играет на мейнстримных инструментах, стали это слушать. Это тоже очень важно. Так же, как и в пении. И очень часто такие дирижеры, которые историческим музицированием не занимаются, Саймон Рэтл или кто-то из них, они все равно, когда обращаются к произведениям 17-18 века и играют с обычным оркестром, мы все равно слышим, что эти дирижеры знают, как играют на исторических инструментах. И они этому учатся. И вот именно поэтому, может быть, и барокко является таким трендом, потому что у барочных исполнений многому можно научиться. И я еще хотел бы добавить, что эта мода и этот способ взаимодействия с музыкальным материалом, он, по сути, очень современный. То есть он возник примерно в 60-е годы, и своего развития и коммерческого успеха достиг именно в наши дни. Именно сама идея, что музыку Баха нужно исполнять в соответствии с инструментарием Баха, с правилами, по которым она написана, эта идея очень современная, потому что никто никогда на машине времени не путешествовал во времена Баха. И это чисто такая умозрительная конструкция, которая сама создала образцы возлучания и новый канон. Но в то же время, Гриша, добавляя твою мысль, сейчас уже мы живем немножко в другом времени, немножко в новом времени. И возвращаясь к нашей теме, почему эта музыка так популярна, наверное, потому что мы как раз не заходим в эти музейные исполнения, с музейными инструментами. Потому что чувства, которые выражает эта музыка, их же невозможно почувствовать. Никто же не знал, что люди чувствовали в 16-17 веках. Они же по-другому просто функционировали, как личность, переживали. Они ходили в церковь каждый день, и если они слышат в страстях по Матфею храл, играемый только на органе, они сразу понимают, о чем там музыка. Хотя текст, который их поет хор, он совершенно о другом. Мы сейчас этого не понимаем. Поэтому с помощью этих корректных инструментов для конкретной эпохи, это же не только барочные инструменты, это и для эпохи классицизма, романтизма, они другие совершенно. Они для всех эпохи свои, исторически правильные. Но мы, мне кажется, выражаем сегодня актуальную музыку. Мы совершаем такое, можно так выразиться, этнографическое путешествие в прошлое. Мы же играем для современной публики. И опять же, большая разница в залах. Эта музыка не писалась в то время. Не было ни Метрополитен-оперы, ни Ковенгардена с огромными залами. Ковенгарден уже был? Нет. Но в Венеции были очень большие оперные театры. Очень большие. От двух до шести тысяч человек. На три тысячи был театр в Париже, в котором шла опера Ковали, на три тысячи человек. А я читал, что барочная музыка, в том числе и парковая музыка. Ну, не в первую очередь. Не в первую очередь. Я хочу только сказать, что вы молодой дирижер барочной, а есть дирижеры, которые уже, ну, которых даже уже умерли, и даже как бы по возрасту, что называется, умерли. И вот было интересно, там лет 20 назад, например, в Штутгарте, когда было исполнение Юлии Цезаря в Египте, дирижировал кто-то из первых аутентистов. И он такой остался, каким он был в самом начале. И это слушать было уже абсолютно невозможно, потому что это было так музейно. Это так оставалось во времени его начала деятельности, что это показывает, что и интерпретация барочной музыки имеет такое резкое ускорение. Она так сильно изменяется со временем. Мне кажется, не только барочной. Если можно дополнить как бы эту концепцию, то скоро же исторические записи, допустим, Сифонии Шостаковича начнут воспринимать аутентически, как это делал, допустим, Бравинский. Потом, как это делал через несколько лет Светланов. И это будет документом эпохи. Да, и о неактуальном. О неактуальном искусствам. Вот именно. Да, это важно. Но мне важно было именно относительно барочной музыки это сказать, потому что это не само собой разумеется, что называется. Как раз никаких документов нет. Да. После Шостаковича-то они останутся. А здесь... А да, они интересированы только ноты. Вы употребили слово аутентист. Что это значит? Ну, это значит аутентичное исполнение музыки. Это как раз и значит, что делают вид, что исполняют в том виде, в котором она была на самом деле. Но на самом деле делают вид. Потому что на самом деле все равно каждый барочный исполнитель делает это по-своему. У него есть инструментарий для этого. У него есть, так сказать, определенные основания играть именно так, а не по-другому. Но другой имеет свои основания играть совсем не так, как вот данный музыкант. И это очень важно, потому что это создает очень большую палитру подходов, которые нас безумно заводят, конечно. Но сейчас больше не называют, мне кажется, аутентическое исполнение. Конечно, это слово уже безусловно. Это хип историк перформа на практике уже давно заменило исторически подкованное. Это уже мы в кавычках должны за это слово употреблять. Подкованное, очень хорошо. Подкованное. Григорий, а вы говорили о том, что барочная музыка развивалась не по всей Европе и сразу, а это было довольно локально. То есть, я так понимаю, все это в основном Италия, и причем не вся Италия, а в некоторых городах. В Италии, в Германии. Всеземной шар жил эти годы по-своему. Индейцы, недоистребленные, ацтеки жили по-своему. В Падуе жили по-своему, в Москве тоже по-своему. Русские по-своему жили, да. И везде была своя музыка, и у ацтеков, и у русских, и у итальянцев. Но в современном понимании кажется, что в нашу эпоху стандартизации, глобализации, кажется, что европейская классическая музыка – это единственная какая-то такая в историческом плане музыка, которая существовала везде и всегда. Но это неправильно. Даже внутри этого отдельного жанра можно подразделять его на какие-то национальные особенности. Там французская опера – это не то же, что итальянская. И в общем, тут очень много всяких деталей. Если вы говорите, в общем, было так в эпоху барокко, то это неправильно. Потому что барокко – это смысл этого стиля в индивидуализации. Не в стандартизации глобализации, а в каждом конкретном случае делается что-то уникальное, что-то специально для этого места, специально для этого времени и с неповторимым изыском. Вот и поэтому, мне кажется, вот такой тоже современный подход стандартный к музыке барокко, он тоже по духу может быть ближе, чем какая-то академическая традиция более старая. Но по духу стандартизации, стандартный подход к музыке барокко, он тоже, в общем-то, не аутентичный. То есть нельзя стандартизировать бунтарей, правильно же? Я про это, да? Нет, это дело не в бунте. А в чем? Дело в эстетической позиции. Просто эстетика так рассчитана, что никакого бунта в ней, конечно, нет. Ну, может быть, в какой-то отдельной степени, может быть, в каком-то индивидуальном решении. Но, как вот, например, в «Авангарде», эстетика бунта здесь не ведущая. Ну, Гриша, ты затронула, мне кажется, очень хорошую тему по поводу отделения, так называемой, то, что мы называем академической музыкой. То, что европейская музыка произошла из каких-то школ, итальянская, французская. Стоит ли сюда включать музыку министрелей, мини Зингеров, маэстро Зингеров, которые пели на улице, которые, в том числе, на таких инструментах играли? Поскольку в то же самое время люди в церкви пели те же самые мелодии, просто на академический манер. И сейчас эта музыка, музыка министрелей, бродящих певцов, она превратилась, по сути, в популярную музыку, которую мы сейчас имеем в большом количестве. Ну, тут действительно... Это такое разделение или... Нет, я думаю, здесь речь немножко не о другом, а о другом, я говорю о современном подходе к этой музыке. То есть в плане аутентичности нам еще есть куда двигаться, потому что, например, представление барочной оперы, это не только исторические инструменты, не только своего рода вокал, не только позы и одежды певцов, а это обстановка в театре, в котором люди, пардон, занимаются сексом, продают продукты, питание, их потребляют, ссорятся, вызывают друг друга на дуэли. Я вот здесь в антрактах все это происходит. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Дружно сказали. Сейчас мы не знаем, сейчас мы не знаем. Они бросают костя по терминам. В пауте водителей по Венеции написано, наденьте в театр широкополую шляпу, потому что с лож сливают ночные горшки, понимаете? Да. Вот здесь... Это сейчас очень целомудренность. И поэтому барокко так близко современному слушателю, потому что оно рассчитано на постоянный шум в зале. Там нет таких динамических контрастов, как музыки романтической, которая рассчитана на священную тишину. Барочная опера исполнялась в чудовищном шуме. Поэтому сегодня, если вы включите барочную арию в машине, она прозвучит практически как песня, не знаю, Леди Гаги. Да, да. С тем же успехом. А вы знаете, я хочу сказать, есть в Венеции театр Марии Малибран, который является остатком, продолжением барочного театра. Единственный остался. Что интересно, что перед этим театром нет никакой парадной площади. Это обыкновенное место. Там стоит обычный дом на балконе, перед началом ходил мальчик в трусах, который там занимался, надувал свои эти самые шарики и так далее. И там нет дверей в зал. Там есть занавес. Ты открываешь занавес и входишь в зал прямо как бы с улицы. Что говорит о том, что это было совершенно другое. Ну, как в кино они ходили. Как сейчас ходят в кино, так они ходили в оперу тогда. Это времяпрепровождение на несколько часов. И в антрактах ставились еще другие спектакли в фойе с совершенно другим сюжетом. То есть попкорн, да, вот архистрик, который в фойе. Интересно. Так что у нас есть куда двигаться в плане аутентичности. И я вот мечтаю когда-нибудь увидеть в каком-нибудь классическом итальянском театре, что называется, с архитектурной точки зрения, постановку, которая затрагивала бы не только психологические коллизии сюжета, как сейчас делают наши современные режиссеры. Чтобы занимались сексом. Да, чтобы все занимались сексом, чтобы ели плохую еду. Будут фастфуд приготовить. Да, чтобы везде были блохи, и это было бы здорово. Ну, хотя бы без антисанитарии, чтобы последователи Онищенко не запретили этот спектакль. Но, в общем, нам еще есть куда двигаться. Если уж оставьте, так презервативы из бычьего пузыря. Да, пойдем дальше. Я бы с удовольствием попробовал такой презерватив. Вы радикальные. Да. Поднакомьтесь нас все-таки поближе со своим контрабасом. То есть для кого он создавался и когда? И расскажите его историю, правда, интересно. Я его получил от семьи ленинградского, петербургского контрабасиста, профессора Буиновского. Который был лидером в оркестре филармонии, преподавал в Петербургской консерватории. Но он, к сожалению, все мы не вечны. Он умер, и он долгое время просто хранился в семье. И когда они все-таки решили продать этот инструмент, мне так повезло, что я стал тем покупателем, которому нужен такой необычный инструмент. Потому что против обычного, ну, насколько контрабасе можно сказать обычный, да, этот инструмент очень маленький. И, скажем, для симфонического оркестра он, можно сказать, бесполезен. Но для такого, в своем роде сумасшедшего, вроде меня, он оказался очень даже впору. И после длительной реставрации, которую мы делали вдвоем с моим товарищем, скрипичным мастером Алексеем Воробьевым, вот первый сезон этот инструмент, наконец, спустя многое время звучит. Он сделан в Италии в 16 веке. Это один из первых... Идоль Эдинграда, наверняка у него была история. ...сохранившихся вообще в истории самых древних инструментов, которые мы можем назвать контрабас. Можно ли сказать, что это барочный инструмент? Вот именно этот. Ну, наверное, можно. Да, потому что... Но за свою жизнь он претерпел столько приключений, изменений, что насколько его современное состояние отвечает задумке автора, это большой вопрос. А Буиновский на нем играл в оркестре филармонии? Нет, он играл дома на нем. Это был его личный инструмент, и если он играл соло, то играл на нем. А где он его взял? Нет у вас историй? Скорее всего, его привезли итальянцы, которые были на службе при дворе русских императоров. 18 век, скорее, да? А что за произведение вы нам играли? Это Бах. Это Бах. Сюита для Виланчели, которую я играю на кварту ниже, но, по-моему, тоже ничего получается. Ну, не утробасил. Вот, кстати, Германия совершенно не ассоциируется со словом барокко почему-то. Как это? Нет, очень не ассоциируется. Ну, конечно, сосиски и пиво, они гораздо... Для человека, который особенно не занимается искусством, но для нас в Германии это плод барокко. Конечно, это как раз то, с чего любой ребенок, который идет в музыкальную школу, и когда он, ну, если в семье об этом не говорили, и ребенок не из музыкальной семьи идет в музыкальную школу, мне кажется, что как раз он впервые слышит это слово именно в музыкальном контексте, именно в связи с немецкими композиторами. Но все-таки традиции в Германии итальянские. Да, но тем не менее... И французские. Хочу сказать, что великий композитор 17 века Генрих Шутц написал первую немецкую оперу, которая не сохранилась, к сожалению, и был целый ряд тоже таких произведений. Хотя, конечно, его с итальянской музыкой многое связано. Но Шутц, наверное, написал ее еще будучи в Венеции. Вряд ли... Это я уже не помню, поскольку она не сохранилась так сказать. В общем, он как человек, который учился в Италии, он... На немецком языке. Господа, Германия, Италия, музыка барокко, вот такой вопрос, она не в религиозных контекстах? То есть это не католическая страна? Что значит, не бывает в музыке барокко в нерелигиозном контексте? Это невозможно. Есть католическая Италия, и есть Англия, и есть... Италии тогда никакой не было. Когда мы говорим о барокко, Италии не было. Венеция. Это же города-государства, это же время городов-государств. Это не единая страна. Это по-прински, это католики. Ну, нет, в этом смысле да. В этом смысле да. Там протестанты, да. Например, традиции исполнения опер были в Риме и в Венеции совершенно разные. Потому что в Риме женщинам на сцену вообще нельзя было выходить. И поэтому все женские роли исполняли кастраты. Именно поэтому три контр-тенора. Естественно, именно поэтому три контр-тенора в «Триумфе времени» и «Бесчувствие» сейчас в Москве. И там все кастраты, которые лет в 17-18 выходили на сцену, они, эти юноши, выглядели как девушки. И они легко пели женские партии, имели большой успех. И самые знаменитые кастраты, все Кафарелли, Феринелли, они все начинали с женских партий. Ну, раз мы застроили такую тему, сравнение контр-теноров и кастратов, это одна из моих любимых тем. Да. И сегодня считается аутентичным исполнение оперной партии контр-тенором или фальцетистом. И это совершенно неприемлемо со статистической точки зрения, потому что никогда оперные партии не исполнялись фальцетом. Само слово «фальцет» означает «фальшивый». Да. Ну, то есть это не… А что такое «настоящий»? Настоящий – это кастрат. Фальцетом пели только в хоре, или, может быть, в Британии была такая традиция, в каких-нибудь ораториях небольшие партии пелись фальцетом. Сегодня, и это именно современное течение, пение в опере таких вот партий, в старинной музыке, так называемым контр-тенором, и это вопиюще не аутентично. Я хочу только сказать, вы сравнительно недавно записали оперу «Ксеркс», в которой главную партию исполняет Франко Фаджоли, мой любимый певец на сегодняшний день, потому что мне кажется, что возникло уже опять внутри вот этого контр-тенорового направления новые исполнители – Ценчич, Сабадус и Фаджоли, которые не прекращали петь, когда у них ломался голос. Они продолжали петь, и тем самым как бы техника кастратного пения у них частично как бы сохраняется. Это физиология у них была другая. Васильевич, с точки зрения вокальной техники, это совершенно противоположное явление, потому что кастрат поет открытой глоткой, поет все на дыхании, все колоратуры исполняются на легато. Все современные контр-теноры, они наоборот поют на скачущей гортане, задвинутой просто в мозг, и поэтому они не могут полноценно звучать, потому что все резонаторы основные у них остаются закрытыми. И в современном оперном театре нам, как исполнителям старинной музыки, приходится с этими квази-кастратами играть очень осторожно, и чтобы ни в коем случае не заглушить их. Что, в принципе, с классическим Бель Кантом невозможно, потому что голос, когда используют все возможности человеческого организма, он звучит другому. А что вы скажете про фаджоли? Тогда просто они производили колоссальное впечатление кастраты, и всем известный фильм, и это было в том числе благодаря физике. Конечно. Потому что гортань оставалась по-прежнему узкая, а легкие расширялись, и они могли петь колоссальные фразы на одном дыхании, что сейчас как бы не представляется возможным. Но вы правы, что, конечно же, в течение нашего аутентизма именно техника исполнения, она, конечно же, эволюционирует. И у фаджоли такой красоты, голос невероятный. Как и у певцов. Здесь я с вами не соглашусь. Может быть, когда-нибудь... Как у певцов, и так и у инструменталистов в том числе. Когда-нибудь нам на помощь, чтобы добиться аутентичности, придут на помощь технологии, потому что до того, как прозвучала команда мотора, вы же, Максим, как раз говорили о том, что сейчас изобрели искусственную глотку, да, это вам называют? Да. То есть, когда... Да, когда все там редуцирует все изменения неба, рот, губы, длина, ширина, высота, включают воздух, какой-то колебательный элемент, звучит ужасно. Мне кажется, пока. А для Форинелли, когда его снимали, соединили два голоса. Голос контртенора и женский высокий голос. Их подбирали, чтобы они похожи были друг на друга, и их искусственно соединили, и поэтому он там может петь... Этот голос может исполнять то, что пел Форинелли. Потому что мы же до сих пор... Это как раз когда мы говорили о том, что музыку Шостаковича, то есть с возникновением звукозаписи, у нас уже есть некий документ. Нет, на самом деле с появлением звукозаписи и современных техник звукозаписи уже не обязательно хорошо петь. Можно сделать сколько угодно дублей... Григорий, я понял, он хочет, чтобы в оперном театре занимались сексом, продавали продукты, и чтобы начали кастрировать, чтобы... Нет, у меня были настоящие кастры. Я предлагаю зрителям культуры... Зрителям культуры я предлагаю другой план. Вот продаю, да, вот кто первый его исполнит, будет моя кумиром. Например, у нас есть многонаселенные и бедные страны, Китай, Индия и так далее. И на миллиарды населения наверняка в детском возрасте существует случай травматической кастрации. Вот сделать специальный интернат. Там этих мальчиков подвергнуть воспитанию, накормить, напоить, одеть, музыкальному хорошему воспитанию. И там, например, из тысячи травматических кастрированных мальчиков в десяток выйдет прилично подготовленных отличных кастратов. Радикальные планы. В Ниаполе было совершенно то же самое, потому что там кастрации проводили в огромном количестве, а звездами становились немногие. И в это время в Италии были бродячие хоры из вот этих кастратов, которые просто по улицам ходили и вот какие-то там такие популярные вещи исполняли. Это было потому что их было слишком много уже даже. А что было в таком случае, в эпоху Борока? Бедные сейчас, да, бедные кастраты в Китае, нищие, всеми презирательными. Расскажите, пожалуйста, что было в эпоху Борока в этом смысле у османов с их евнухами? Ну да, конечно. Это была такая тура вполне себе естественная. Да, но вы знаете, я на это хочу рассказать историю про Альфреда Деллера, британского контрценора, первого в новой истории, который сам научился вот так петь при помощи других музыкантов. И потом, когда он приехал во Францию, француженка его спросила, месье, вы сет уник? Вы евнух? А он ей по-английски ответил, you mean I'm unique. Вы имеете в виду, что я уникален. И вот это, конечно, они воспринимались как евнухи, потому что вообще кастраты по-разному очень выглядели. Некоторые сохраняли такую мужскую красоту, а некоторые вырастали очень высокими, были нелепо сложенными. Но еще у них было светское достоинство, поскольку они не могли производить детей, они могли быть очень эффективными любовниками, потому что они были не опасны в этом смысле. И поэтому они пользовались успехом у светских дам. Неожиданный поворот. Взяла программа, посвященная, собственно, оперному фестивалю. Невозможно представить без кастрата итальянского барокко. Согласен. Как раз те самые контртенора или контртеноры, которые сейчас уже как раз пытаются расширить свой репертуар. И, например, Россини, который не писал ничего не для контртеноров, и все партии пели мэтси-сопрано, девушки, брючные, так называемые брючные роли или роли травести. А Франко Фаджоли как раз в нашем фестивале два года назад Максим дирижировал. И как раз Франко привез в рамках промоушена своего диска, который так и назывался Россини, где Франко поет мужские партии, но это вот контртенор. А Россини не писал для контртенора, Россини писал для женщин. Я хотел бы предоставить сейчас слово к корнету. То есть мы возвращаемся к министрелям. Да, все-таки от голоса к музыкальным инструментам, хотя голос тоже музыкальный инструмент, к цинку, да. Ну вот такой вот необычный инструмент, не имеющий прямого продолжения в эволюции музыкальных инструментов. Ну если была барочная скрипка... Когда закончилась его эпоха? Если была барочная скрипка, то сейчас струны они поменяли, поставили металлические струны, переделали конструкцию немножко, она стала современной скрипкой. Так. Флейта тоже самое. А такого инструмента сейчас невозможно найти в аналоге современного оркестра. Это, конечно же, ренессанс, раннее барокко. И даже у Баха есть три контаты с его участием. То есть это был весьма распространенный инструмент в то время? Да, потом скрипка его вытеснила с точки зрения техники. Но вообще они играли у того же Генрешуца или в том же Собор Сан-Марко в Венеции, у Монте-Верди, у Габриэля. Они играли одни и те же партии. Скрипка и... Скрипка и цинк. И цинк. Что вы нам сейчас играете? Я сыграю песенку французскую. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Практически Менестрель. Практически. Ну, в чем же его особенность? В том, что мундштук, вот эта вот часть, где извлекается звук, он как у медных духовых инструментов. То есть звучит губа музыканта, и он помогает в этом. А аппликатура такая же, как у деревянных духовых инструментов. Поэтому такой микс. То есть его и делали из дерева? Или не только? Да, он и делается из дерева. Это клён, обтянут пергаментом. Выдолбленный. Ну, а мундштук костяной. Поэтому сейчас нет таких аналогов. В музеях есть? В музеях есть, да. И это современная кофта. И это современная кофта. Я имею в виду в современном оркестре. Ну, барочный оркестр уже абсолютно современный. Сейчас огромное количество виртуозов на этом инструменте. Так что уже нельзя с сожалением говорить об этом инструменте. Да. Он зажил новой жизнью. Наверняка вам задавали этот вопрос. Но почему вы играете на нём и на других инструментах? Вы дирижёр. У вас есть на это время? Потому что, мне кажется, играть на уникальном инструменте довольно много времени всё-таки отнимает. Да, это отнимает много времени. В то же время это приносит много удовольствия. Но, вы знаете, вообще к позиции дирижёра нужно по-разному относиться. Если ты дирижируешь современную музыку, ты дирижируешь иногда зубочисткой, иногда... Геркиев, да, по-моему, зубочисткой? Нет, я не про это. Я про современную музыку. Иногда, чем ещё, там, прям написано в партитуре супременных авторов, дирижёр берёт палку и ломает пульт. Если это какой-то репертура 20 века, это дирижирование в нашем обычном понимании этого слова. Вот если, допустим, возвращаться раньше и раньше, вглубь веков, то во времена барокко не было дирижёра как такового. Это был лидер оркестра, который играл на скрипке, первый скрипач мог давать знак всем вступлением. Либо это мог быть исполнитель на клавесине. И так далее. То есть, мне кажется, каждую эпоху нужно дирижировать по-своему. А если это ренессанс, то и не нужно дирижировать, нужно играть на одном инструменте. А когда появился дирижёр в итоге? Лучше на нескольких инструментах. Я хочу сказать, что орфист Эндрю Лоренс Кинг, он как раз когда дирижирует оркестр, он остаётся членом оркестра. Он играет на своей арфе, на других инструментах, но он сидит среди музыкантов и как бы себя не выделяет как дирижёра, хотя таковым является, безусловно. Наверное, 19 век можно назвать периодом, когда дирижёры перестали играть на каком-либо инструменте в оркестре, и когда они... Я пригласил самостоятельную профессию. Помощника-музыканта. Почему? Иногда они как раз очень мешают. Мешают. Музыканты дирижёры мешают очень сильно, да. Это вы про персимфанцию рассказываете. Это вы про персимфанцию, и дирижёры играют с удовольствием. У вас на фестивале, Елена, будет выступление оркестров без дирижёров? Вот как раз то, о чём сейчас говорил Максим, у нас фестиваль закроется барочной оперой, премьерой оперы Леонардо Винчи, написанной в 1727 году, римский композитор. Опера называется музыкальная драма, называется «Сигизмунд, король Польши», и написана она не такое, можно сказать, обычное, в общем-то, либретто, написано на достаточно странную для барочной оперы политическую тему объединения княжества Литовского и королевства Польского в Речь Посполитую. И в этом году отмечается 450 лет с этого момента, и как раз у нас вот за две недели до этой даты, которая, естественно, в европейской истории сыграла огромную роль, у нас будет это представление в концертном варианте, где будут петь так нелюбимые Гришей четыре контр-тенора и три сопрано. И как раз там нету фигуры... Ну, сопрано я люблю. Ну, то, что как раз делает Максим со своим барочным оркестром «Эль помодоро», где Григорий также играет, когда Максим исполняет партию клавесина во всех прошлых фестивалях, программах Максим как раз в основном и дирижировал программами с контр-тенорами или с барочными певцами. В прошлом году это уже был Бетховен и Мейербер, и Максим тогда не играл ни на каком инструменте, а действительно уже просто был дирижером с песцами, хором и огромным симфоническим оркестром. Слишком обычно. Слишком обычно. А в этом году Максим уже дирижирует, вот 7 мая у нас концерт, когда Максим дирижирует совсем, при совсем современной музыке, которая написана специально по заказу фестиваля, то есть это произведение, которое написано в конце XVIII века, парафраз на вторую редакцию, второй мессы Антона Брукнера для хора и духового оркестра. Чаще и больше играют сейчас все-таки классическую академическую музыку или современную музыку, вот оркестр условно. Ну, смотря что называется старинной музыкой. Просто современная музыка – это музыка, написанная сейчас, когда композитор жив. То есть «Стравинский», «Весносвященный» уже сто лет назад написано. Сто лет, да. Это уже старинная музыка. А во времена Баха или Моцарта музыка, написанная 30 лет назад… Не исполнялась вообще. Она не считалась старинной. Она считалась устаревшей. Она считалась устаревшей. Уже новая мода. Другие стили менялись очень быстро. Та публика, которая привыкла слушать, которая следила за этой современной музыкой, она в конечном итоге стала слушать морочную музыку, которую только недавно начали откапывать. Да, потому что это каждый раз. Мы же каждый год… Романтическую музыку, да. Ну а как же до Мендельсона тоже про Баха-то все забыли? В общем-то, это же… Это миф. Бах всегда лежал у всех на столе, и никакой Мендельсон не открывал Баха. Это тоже коммерческий трюк Мендельсона. Нет. Страсти, конечно, он открыл. Безусловно. Он нельзя говорить, что страсти он открыл. Баха все всегда знали, и Бах был у каждого. Бабирного и главечного композитора. Да, он не возрождал его из могилы. Просто страсти сыграл его по-своему. Конечно. Не по-своему, а первый раз в новое время просто. Вот это важно. Первый раз. Так же, как сейчас все барочные оперы, получается, что мы практически каждый год объявляем о премьере. Понятное дело, что они игрались в этом 18 веке, в начале, в середине и так далее. Но мы каждый раз это представляем, как это премьера, мировая премьера. Хотя, в принципе, фактически это не премьера. Это тоже просто вот такие люди, как Чичилия Бартоли и Максим Мануэль Центич. Они как раз известны тем, что они все время копаются в каких-то архивах и все время что-то откапывают. Ну, для чего? В том числе в архиве Мариинского театра, где лежит опера Альцеста, Раупаха, которая до сих пор в новое время вообще ни разу не была исполнена. И вот меня это очень как-то тревожит. Лена, вы должны за это взяться и исполнить ее в вашем фестивале в следующие годы обязательно. А есть в наше время и премьеры? Конечно. И концерт Шумана не игрался при жизни? Да, это другая история, что есть какие-то произведения, которые тоже или забыты, или никогда не исполнялись, или композитор написал и умер, и тогда это, в принципе, уже настоящая... Ну, действительно, исполнять музыку с умерших композиторов, причем умерших больше 70 лет назад, гораздо более выгодно, потому что не надо платить авторские права. Поэтому, собственно, никто особо не рвется, пока композитор жив, и не прошло время, которое не проверило шедевр на прочность и не сняло авторский гонорар играть эту музыку. Григорий, наша программа близится к финалу, и я хотел бы попросить вас сыграть нам еще, нам со зрителями. То же самое? Если хотите, нет, 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 что-то другое. Мы, в свою очередь, с гостями можем пошуметь, если хотите. Кидать, ну, что-то бумаги. Нет, для этого нужны соответствующие... Пить воду громко. Соответствующий стол, да, чтобы нам накрыли. Оргию, извините. Не обеспечим. Только скажи, кто автор этого произведения? Бах. И как называется? Представьте его. Первая сюита, та же самая, только другая часть. Куранта. Бах, Куранта. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Не знаю, возможно, я слишком молод, но... по такой музыке мне не хочется заниматься сексом. Она для этого не предназначена. Спасибо большое. Время нашей программы истекло, вышло. И мне кажется, это прекрасный был финал куранты Баха. Сегодня в гостях телеканала культуры в студии наблюдателя были и пока еще есть Максим Емельянович, его дирижер. С сентября месяца вы возглавите шотландский оркестр. Удачи вам в стране. Прекрасная, великолепная страна. У вас будет настоящее приключение. И музыкальное в том числе. Сегодня с нами Григорий Кратенко, музыкант, доцент Московской консерватории. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. И за неожиданные повороты в ходе разговора и за Баха. Спасибо большое. Елена Харакидзян, арт-менеджер, продюсер международного фестиваля вокальной музыки оперы Апривори. Я хочу сказать, друзья, это важно, что фестиваль это не уикенд. Уикенд, фестиваль в такой уикенд. Он с февраля месяца и аж до июня идет. Поэтому следите за афишей Москвы. Там много чего интересного. Мы сегодня к этому прикоснулись. И Алексей Парин, Алексей Васильевич, музыковед, главный человек, который сегодня плавно и очень уверенно вел по... знакомил с барокко. Спасибо вам большое. Алекс Дубас, программа Наблюдатель. Всего хорошего. До приумножится ваше племя. Благих ночей вам в придачу к Доброму Дням. Я победил! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ